всем привет вам куплено в китае сегодня у нас на обзоре будет два небольших гаджета это приборчик для проверки ламп монитора подсветки и вот такой приборчик для проверки блоков питания компьютерных давайте начнем с этого прибора это прибор для того чтобы посмотреть и проверить так называемые ccfl лампы то есть которые установлены в мониторе лампы эти выглядит вот таким вот образом посмотрите у меня тут есть пара ламп таких это снято с монитора и вот вторая такая же пара ламп есть и мы сейчас будем проверять с помощью этого прибора эти лампы значит приборчик представляет собой просто можно сказать простецкий инвертор здесь у нас вход по питанию 12 вольт с таким вот разъемчиком стандартным на пять с половиной и вот здесь у нас есть два выхода на концах у нас есть крокодильчики а в комплекте у нас есть вот такие вот переходнички то есть под разные типы разъемов конкретно сейчас пригодятся вот такие вот как раз подходит без проблем под эти лампы для этого вопроса цепляем крокодильчиками за свободные концы вставляем одну из ламп в разъем проверять естественно нужно лампы по очереди и будьте осторожны вот здесь на выходах будет высокого напряжения желательно разнести эти выход подальше и руками не касаться питать я все буду вот таким вот универсальным блоком питания с переключателем обзор очки вы есть на канале кому интересно в конце этого видео вы найдете ссылочку так подаем питание и смотрим как видно лампа зажглась но она красноватого цвета и она моргает значит проблема конкретно в этой лампе давайте перекинем на соседнюю лампу и посмотрим вторую и при включении питания 12 вольт подается лампа не зажигается значит она мертвая и теперь давайте возьмем вторую лампу также и протестируем так при включении питания лампа не загорается значит конкретно эта лампа она неисправна я здесь вижу в левом углу фиолетового свечения то есть лампа пытает зажечься но у нее не получается и перекидываем на вторую лампу и как видно эта лампа у нас зажглась вот так хорошо видно что лампа у нас загорелась в принципе светит она не очень равномерно в левом углу она светит ярче в правом также а по центру она светит лускловато то есть принципе она тоже не очень исправна но по крайней мере она не красноватым оттенком горит и вообще горит то есть это вот лампа самая лучшая из всех четырех в общем то сейчас я показал как проверить снятые лампы удобнее же всего это делать не снимая то есть прямо в мониторе снимаете заднюю крышку стыковать вот эти разъемы и подстыковывать и конвертера то есть таким способом вы проверяете работоспособность ламп также может быть неисправен сам инвертор но это вы уже узнаете только после того и проверите самые лампы если лампа исправны то надо приступать уже к ремонту или диагностики инвертора в общем штучка полезна и достаточно стоит недорого но опять-таки она специфическая то есть для ремонта мониторов она подойдет всем другим в принципе она без надобности следующее у нас это полезный прибор для компьютерного мастера тестер блока питания представляет из себя вот такую небольшую коробочку с каждой стороны которой расположены разъемы с правой стороны мы видим большой разъем по 24 пина основного шлейфа питания на материнскую плату с левой стороны располагаются различные разъемы под дополнительные шлейфы 4 6 и 8 пиновые а также разъем под флоппе диск сверху располагается разъем питания сата а снизу питание идея при подключении дополнительно 4 пинового разъема ошибиться сложно ведь на самом разъеме присутствуют ключи которые не позволят его вставить в другие разъемы разъем сата вставляется контактами кверху после подключения всех разъемов пробуем подавать питание но видим что тестер моргнул и не запустился повторно пробуем снимать и подавать питание и такая же история это значит что блок питания не исправен вот полностью рабочий исправный блок питания подключаем его к тестеру и подаем питание видим что ничего не моргает и никаких звуков не издает примерно такие параметры должны быть у исправного блока питания напряжение по шине 12 вольт должно быть в районе 12 вольт по 5 вольтам около 5 вольт и 3 3 вольта кроме этого параметр pg то есть power good должен находиться в пределах от 200 до 500 миллисекунд если ниже или выше то значит проблема с блоком питания вот например у этого блока питания power good равен нулю при этом значение pg моргает и пищит при таком значении процессор запускаться не будет при выключении дополнительных разъемов питания сата или dc с левой стороны мы увидим светодиоды присутствие на этих разъемах 12 и 5 вольт вот еще один рабочий блок питания у которого все параметры находятся пределы допустимой нормы его смело можно устанавливать компьютер в общем вот такой вот полезный гаджет я сегодня хочу вам порекомендовать стоит он недорого вся ссылочка как обычно в описании переходите смотрите заказывайте и делитесь своим мнением в комментариях а на сегодня все пока пока